Ольга Леонидовна Лапикова приехала в администрацию Одинцовского района из Успенского. Ее вопрос не личного характера, он касается многих жителей сельского поселения. Местная школа рассчитана чуть более чем на 300 учеников, фактически же там занимается в два раза больше детей. Вопрос о пристройке, он давно решается. Документы все, в общем-то, готовились, по всем инстанциям проходили. Мы прекрасно понимаем, что это работа не по велению, там палочки пошли работать. Поэтому начать пристройку. А вообще до 2022 года решить вопрос со строительством новой школы. Вопрос о пристройке уже действительно решен. Инвестор найден. Разработана проектная документация. Впрочем, по ней застройщик получил ряд замечаний, до устранения которых строительство начать невозможно. На сегодняшний день застройщику были вытянуты замечания, как о конструктиве кровли, как о конструктиве внешнего вида. Как только он устраняет, проходит все инстанции согласования Министерства образования, Глава архитектуры, Министерства строительного комплекса, получает эти согласования, о чем мы надеемся, что до конца года он получит, сразу выходит на стройку и завершает работу. Планируемая пристройка рассчитана на 300 учеников и будет соответствовать современным стандартам. Андрей Тованец представляет на приеме интересы жителей домов 1А и 1Б, расположенных на улице Молодежная в западной промзоне Одинцова. Сейчас в бывших казармах, построенных в середине прошлого века, проживают 160 семей. Расположение строений уже сказывается на самочувствии жильцов. У нас уже начали болеть люди, появилась онкология, и как бы это не очень хорошо, я думаю, вы это сами понимаете. Нас обещали переселить не раз. В 2012 году, если я не ошибаюсь, архитектура обещала в течение 2-6 лет нас переселить. Есть соответствующий документ, копия, могу его предоставить. Но так ничего из этого не было осуществлено. Предполагалось переселять эти дома одновременно с реконструкцией первого микрорайона, но инвестконтракт, он не заключен, и поэтому вопрос опять-таки не решен. И действительно, инвестора, который был бы заинтересован в обустройстве данной территории с одновременным вашим переселением, на сегодняшний день такого инвестора нет. Пожаловался житель бывшей казармы и на обилие коммунальных проблем. Часть из них должна быть решена уже в следующем году. План капитального ремонта 2018 года – устройство утепленного на весном фасаде. То есть у вас дом будет А утеплен, Б фасад будет отремонтирован. То есть его разрушение больше не будет происходить. Комиссия надо выехать. Я предлагаю на этой неделе, правильно, Андрей Леонидович? Вот так как вы сегодня пришли на день приема по личным вопросам, поэтому, Михаил Владимирович, если можно, значит, или завтра, или послезавтра, или до конца недели надо туда стабилизоваться и выехать. Среди пришедших на общероссийский прием в администрацию Одинцовского района ветеран Константин Сергеевич Федотов. Он предложил издать книгу, которая поможет подрастающему поколению взглянуть на события Великой Отечественной войны глазами их участника. Этот вопрос взял на личный контроль глава Одинцовского района Андрей Иванов. Всего же в приемный день администрации городских и сельских поселений посетили 112 человек. Большинство волновало улучшение жилищных условий проблемы ЖКХ и оформление земельных участков. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.